В прямом эфире седьмого канала новости в студии Юлия Слоинская. Здравствуйте! Неизвестный сообщил о минировании здания Одесского государственного университета внутренних дел. Сейчас на месте происшествия работают специалисты следственно-оперативной группы службы экстренного реагирования. Специалисты взрывотехники осуществляют обследование зданий прилегающей территории. Личный состав учреждения из помещения эвакуирован. До конца следующей недели все учреждения, которые приняли переселенцев с востока Украины, будут обеспечены теплом. Об этом в ходе брифинга сообщил исполняющий обязанности начальника управления по делам семьи и молодежи Одесской облгосадминистрации Андрей Яцеленко. Исперанса, и Добрий Самарянин забезпечені теплом. Проблема сейчас стоит с санаторием Санатати и с санаторием НАТИ. Чому? Я думаю, что на этой неделе мы подключим опаление. Там стоит вопрос о проведении полностью батареи и все остальное. Технично все сделано. Я думаю, что до конца следующей недели будет тепло и в этих закладах тоже. Андрей Яцеленко также отметил, что неофициально в Одесском регионе находятся более 25 тысяч переселенцев. Из них официально зарегистрированных только около 14 тысяч. До места постоянного проживания повернулись больше 4 тысяч людей. На сегодня в Одесском регионе осталось более 10 тысяч людей. Всего в районах та містах областного значения, крім міста Одеси, проживає 4 981 особа. Найбільше прийняли міста. Міста Белгорністровський – это 1 601 особа. Это невраховуючи оздоровевшие заклади, СМТ Сергеевка. Місто Личівськ – 624 особи. Южная – 530. Коментерневский район – 333 особи. Авдіопольский район – 316 осіб. Беляевский – 177. Невраховуючи 254, який находится в пансионате Добрий Самарянин. А також в СМТ НАТІ – 90 осіб. Табалцький – 171 особа. Маленький Даня уже сегодня отправится на лечение в Германию. Мальчику диагностировали опухоль предстательной железы. Стоимость лечения составляет 150 тысяч евро. Напомним, наш телеканал проводил сбор средств на операцию за границей. За неделю неравнодушные люди собрали недостающие 33 тысячи евро. Пиком был вчерашний вечер, когда всего за два часа было собрано 350 тысяч гривен. Благодаря вам теперь у Дани появился шанс на счастливую жизнь. На сегодняшний день билеты уже забронированы. И есть виза. Вот только что нам позвонили, что мы можем забрать уже визу. То есть и можем лететь уже спокойно. Мы сегодня вечером уже уезжаем. В воскресенье мы летаем. В понедельник в 12 часов будем в Германии. Родители мальчика благодарят всех, кто оказался неравнодушным к их беде. Мы очень благодарны, что это очень большая помощь. Мы просто очень надеемся, что мы успеем. И все. И спасибо им большое, что помогает нам спасти нашего ребенка. Автомобиль для патрулирования в зоне АТО стоимостью 35 тысяч гривен приобрели волонтеры благотворительного проекта «Спильна Мета». Деньги собрали за месяц с помощью пожертвований. Автомобиль уже в ближайшие дни отправят на Донбасс. Мы купили машину, это Volkswagen Venta 95-го года. Мы его полностью протестировали, провели техогляд. И сейчас машина в добром состоянии и может выполнять какие-то функции в зоне АТО. В первую очередь хочу поблагодарить волонтерам, потому что, как мы знаем, наши политики краще будут потрачать миллионы долларов на передвыборочные агитации, ролики, вместо того, чтобы помогать действительно бойцам. 34 украинских художника показали родину. С помощью современного искусства каждый из них нарисовал свое видение патриотизма. Картины рассматривала Анна Грынев. Гвоздем выставки стала работа одесского художника Степана Рябченко. Картина под названием «Война и мир» покорила даже организаторов. Работа Степана Рябченко называется «Война и мир по дороге в рай». То есть она нестандартная, это очень ценится в современном искусстве, когда художник придумывает что-то новое, что-то свое. Вот ему, Степану это удается. Снизу война, сверху мир, но работа очень позитивная, насыщенная энергией. Работа выполнена в необычном стиле медиа-арт. Сам художник отметил, что именно так он видит свою родину. Все, что странно, это искусство. А работа называется «Война и мир по дороге в рай». Так как тема у нас родина и все, что с ней связано, то в моем понимании родина – это там, где твое сердце, там, где любовь. Мы, честно говоря, сомневались, когда девочки придумали этот спецпроект. Сомневались, потому что дать тему родина, да, и мы примерно понимали, что мы можем получить как бы на выходе, да. И мне лично очень понравилось, что совершенно разный подход был, совершенно разное видение. Ранее выставка была с успехом представлена в Местецком арсенале в Киеве, где ее посетило 30 тысяч человек. Немало людей увидели картины и в Одессе. Я хочу познакомиться с авторами, если они будут, и хочу узнать больше о картинках. Вообще мне нравится такое представление моей родины, такой взгляд, вот немножко с другой стороны, и это наводит на размышления. Выставка была условно поделена на три части. Родина настоящая, родина сегодня и родина завтра. Кроме этого, организаторы отмечают, что в названии выставки есть несколько смыслов. Выставка называется «Родина» в русском прочтении. Вот в украинском прочтении это «Родына, семья». Мы, когда готовили эту выставку, решили поиграться с двумя смыслами одного слова, но на разных языках. Все картины выполнены совершенно в разных стилях. Арт-проект насчитывает 34 работы. Анна Грынев, Алексей Сорокин, Седьмой канал. Сегодня ночью в честь хэллоуина в зоопарке пройдет и необычная экскурсия. Посетители встретятся с привидениями и другими мистическими героями. Также ждут конкурсы и сюрпризы. Организаторы обещают, что скучно посетителям уж точно не будет. Сегодня экскурсия начнется в 8 часов вечера. Уже будет совсем темно. Мы отключаем все наружное освещение в зоопарке. То есть зоопарк погружается в полнейшую тьму. И в этих условиях мы проводим экскурсию. И все это будет подано в такой щекочущей нервы, но вместе с тем юмористической манере. Отмечу, что Одесский зоопарк первым в Украине начал практику ночных экскурсий. На этом пока все. Улыбнитесь, пусть день тоже улыбается вам. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok